Как известно, сейчас российские власти называют Херсонскую область освобожденной и заявляют о своих намерениях присоединить ее к России. Решения должны принимать сами жители, и я уверен, что они его примут. Поэтому у меня сомнений в том, что этот регион будет в составе Российской Федерации, нет никаких. Заявлял недавно сенатор и депутат от партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Однако сами жители Херсонщины ни в какую Россию не хотели и не хотят. Просто их никто не спрашивал. Россия захватила Херсонскую область силой, а несогласных местных жителей стала запугивать, похищать и убивать. Поэтому понятно, что в области Россию просто ненавидят, и это признают сами россияне. Например, заместитель Российской оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов признает, что местное население, местные власти отказываются сотрудничать с российскими оккупантами и саботируют любую работу на них. И таким людям, которые не хотят работать на захватчиков, Кирилл Стремоусов угрожает. Конечно, есть еще, не скажу про слово «недобитки». Саботажи некоторых руководителей бывших, или, скажем так, откровенно говоря, никому не интересных, объединенных территориальных громад, например, Виноградовской, Юбилейной, где там продолжают сидеть, недобитки. Мы еще раз повторяем, что Украина здесь закончилась. Руководителей местных громад, законно избранных местными жителями, Кирилл Стремоусов называет недобитками. Он их оскорбляет. При этом самого Стремоусова никто никуда не выбирал. До начала российского вторжения он был маргинальным политиком с рейтингом примерно на уровне 1%. У него не было никакого авторитета, его никто не выбирал, ему никто не доверял. Лишь благодаря сотрудничеству с оккупантами теперь Стремоусов сидит на штыках и занимает какую-то должность. И вот этот человек сегодня угрожает местным жителям, которые не хотят сотрудничать с захватчиками. Поэтому все те, кто саботирует работу на местах, все те, кто не дает в селах конкретной четкой позиции относительно нашего будущего развития в составе Российской Федерации, вы, опять же повторюсь, будете в ближайшее время отстранены, многие из вас будут просто наказаны. То есть российский гауляйтер угрожает расправой всем, кто не согласен с оккупацией своей страны и не хочет работать на агрессора. Как-то не похоже это на освобождение и спасение, не так ли? Наоборот, освободители с местным населением так не разговаривают. Так с населением разговаривают только захватчики, которые знают, что их ненавидят и их не принимают. Например, во время Второй мировой войны гитлеровцы так разговаривали с местным населением Украины. И вот этот эпизод это лучшее опровержение той лжи о том, что Херсонская область якобы пророссийский регион, которую мы слышали десятилетиями. Как видим, ничего подобного нет. Местное население в Херсонской области Россию не принимает. И это признают сами россияне. Очень важно поделиться этой информацией. Помогите это сделать. Помогите распространить это видео. И подписывайтесь на канал. Это тоже очень важно. Спасибо.